Я сначала скажу про Ецаргара, вы упомянули его, но не все знают. Это склонность или тяга у человека к чему-то неправильному. Каждый человек создан так, у всех это есть, без исключения, но также есть и склонность к хорошему. Это для того, чтобы была свобода выбора, чтобы человек мог бы выбирать и не сказал бы потом, например, что если нет склонности от рождения, нет склонности к чему-то неправильному, так у него же заслуг никаких нет. И наоборот, если склонность к неправильному есть, а к хорошему нет, то за что его критиковать, какое может быть наказание. Человек весь создан так, что он от рождения только склонность к плохому. У него нет свободы выбора. А Творец создал мир таким, чтобы была свобода выбора. Это относительно Ецаргара. Ецар это типа, можно перевести, желание, склонность, даже двигатель какой-то, который двигает человека и толкает в плохую сторону. Точно так же есть Ецаргар готов, толкает в хорошую сторону, но в итоге должно быть какое-то действие у человека или в мыслях, в чувствах, в делах. И для того, чтобы была свобода выбора, или в эту сторону, или в эту, человек выбирает, созданы вот эти два механизма. Один механизм толкает к плохому, один к хорошему. Вы используете это выражение, значит оно не всем правильно использовано, потому что вы пишете. Вы хотите пройти ги-юр, то есть вы хотите стать евреем, это называется пройти ги-юр. Но я понимаю, что у меня сильный Ецаргара, и все с этим все чаще задаются вопросом, достоин ли я. То есть вы этот вопрос, достоин ли я, списываете на Ецаргара. Но это только может быть, если мы установим, что вы должны перейти в еврейство, вы должны стать евреем, вы должны сделать ги-юр. А вот Ецаргара толкает вас к плохому, не делать этого. Это я просто замечаю на полях, это не суть вашего вопроса. Но я хочу сказать, что для нееврея нет никакой обязанности, заповеди, скажем, стать евреем. Поэтому не может работать Ецаргара в этой области. Потому что была бы обязанность, он бы толкал, наверное, к плохому, не выполнить эту обязанность. А здесь нет, поэтому выражением Ецаргара не надо было бы пользоваться. Я мог бы вычеркнуть, иногда я так делаю из вопроса, из текста вопроса, потому что в конце концов мы тут учимся, мы можем поменять немного вопрос. Не в этом дело. Но я решил, что это тоже будет какой-то маленький урок того, что правильно, как надо понимать и так далее. Поэтому я оставил эти слова Ецаргара. А суть вашего письма уже совершенно в другом. Перейдем теперь к самой сути. Вы пишете, что ваша жизнь не имеет смысла без иудаизма. Иудаизм – выражение, которое я не люблю, но я использую, потому что вы написали. И что теперь делать? В последние годы во всем мире, буквально во всем мире, очень повысился интерес к еврейскому миру, к Торе, к Израилю, к соблюдению законов, к смыслу жизни, который предлагает Тора. Потому что все больше людей понимает, что мы не придумали нашу религию, в отличие от всех других религий, в которых рука человеческая принимала участие весьма и весьма основное. А у нас это Творец мира дал нам Тору и дал всему народу и дал задание жить так, как нужно. Стараться жить. Никто не ангел, люди ошибаются, но нужно стараться. И так далее. И в мире это понимают. Не все хотят к этому присоединяться. Это тоже правильно. Потому что не еврей не обязан присоединяться к еврейскому народу. Об этом я как раз тоже не раз говорил и писал на сайте. Тоже надо понимать. В отличие от всех других религий, у нас нет никакого миссионерства. Мы никого не вовлекаем, не уговариваем, не подталкиваем. Наоборот, если уже толкать, то только в обратную сторону. Мы попытаемся объяснить человеку, что он может быть очень достойным человеком, без того, чтобы переходить к еврейству. В вашем случае здесь я не буду этим заниматься, потому что по контексту я вижу, что вы читали, думали и прочее. И в любом случае через такую форму я не могу это сделать. Сказать вам, не надо интересоваться, не надо переходить, тоже неправильно. Я поэтому как бы пойду вместе с вами. Вы говорите про Геюр и говорите, что у вас смысл жизни в том, чтобы, как вы написали, жить с Торой, с молитвой, постоянным диалогом. Вот об этом я хочу говорить. Потому что в этом тоже не все гладко. И не все так, как вы думаете и представляете себе. Еврейская жизнь, а у нас еврейский народ и законы Торы, и даже земля Израиля, это одно целое. Это у нас нету некой философии, красивой, хорошей и прочее. И образ жизни другой. У нас все это единое целое. И это как раз то, что нас отличает от всех. Поэтому такие слова, что я уже не представляю, как можно жить без Торы, без молитв и так далее, не говорит о том, что вы представляете, что такое еврей. Вы представляете, не спорю с вами, что такое Тора. Потому что, например, можно купить в магазине и я читаю. Можно у нас на сайте много-много вопросов Тора обсуждается, даются ответы и так далее. Что такое молитва, все люди понимают, как-нибудь понимают все. Диалог со Всевышшим, я уж сам не знаю точно, что это означает, о чем вы говорите, но я с вами не спорю. Но иудаизм, как вы говорите, это не только не это, что я сейчас назвал или вы назвали, но в основном не это. Это все это есть. Есть понятие Торы, конечно, это важно. И молитвы важны, и диалоги, не знаю, как вы понимаете, но допустим, тоже важны. А иудаизм – это образ жизни. Образ жизни именно жизни, не образ мыслей, не система эмоциональная такая, а именно жизни во всех сферах, и в сферах мыслей, да, мыслей тоже, философии, и в сферах эмоций, и в сферах дел, и так далее, и так далее. Но вместе нельзя оторвать, нельзя быть еврейским философом, который не соблюдает законы Шаббата, все ограничения и прочее, достаточно скрупулезно при этом, и называться еврейским философом. У нас такого не бывает. Нельзя жить по-еврейски и есть пресловутую свинину или там что-то другое, и прочее. Это тоже не может быть. Поэтому это очень сложный комплекс. И поэтому, когда человек, как вы, а вы не один такой, не воспринимаете это лично, когда человек говорит об этом, а люди интеллигентные и думающие, часто так выражаются. Идеи Торы мне нравятся, молитва мне нравятся, диалоги со Всевышним мне нравятся. И я хочу стать евреем. Это означает подход ребенка. Опять, не надо обижаться, потому что я как раз, видите, объясняю, и мы как бы с вами беседуем. Это если бы я хотел обидеть, об этого не делал. Это подход ребенка. Он что-то видит. Допустим, ему 4 года, 5 лет. Видит что-то яркое. Не игрушка, а видит что-то яркое. Например, автомобиль Роллс-Ройс. И говорит, я хочу. В общем, огромный автомобиль, блестящий, с хорошей краской и так далее. Но мы пожимаем плечами, понимаешь, это ребенок, так говорит. Взрослый человек. Тоже мы не будем пожимать плечами, но мы должны объяснить, что, чтобы жить по-еврейски, надо научиться получить хотя бы представление, причем хорошее представление. Не поверхностное, а хорошее представление о том, что такое жить по-еврейски. А потом проверить себя. Только когда ты проверишь себя, что ты можешь соблюдать в некоторых областях, например, кошерность еды. Пусть не на 100%, но основные элементы кошерности еды ты ешь. И дело не только, что ты не ешь свинину. Ты многое, что делаешь правильно в этой области, и это ограничивает твою жизнь. И ты видишь, ты можешь устоять в этом. Потому что нельзя стать евреем, потом столкнуться с ограничениями и сломаться. Так лучше не начинать даже. Это просто вредно будет и человеку, и еврейскому народу. Или суббота. Суббота – это не только ограничения. Нельзя писать, нельзя шить, нельзя варить еду или жарить. Нельзя ездить в транспорте и тому подобное. Нельзя разговаривать по телефону. Видите, сколько уже нельзя и нельзя. Но суббота не только это. Суббота – это возвышенный день, великий день. Но он связан с этими ограничениями. Нельзя соблюдать субботу в рамках идеи, что седьмой день мы не будем работать, мы посвятим его размышлениям или, как вы пишете, диалогам со Всевышним. Очень хорошо. Но если ты в это время будешь говорить по телефону, слушать радио, или хочешь сделать себе чай, разогреть чай и попить, ты нарушаешь субботу, ты не соблюдаешь субботу, и никакие возвышенные мысли не поводят. Поэтому надо научиться именно соблюдать все эти 39 типов ограничений. Я не хочу рисовать субботу, как что-то страшное. Но я не хочу рисовать субботу, как философские, теплые, такие мягкие мысли о возвышенном. Нет. Много что входит в понятие субботы. И человек, который хочет быть евреем, он не должен соблюдать всю субботу, но он должен, например, 90%, чтобы проверить себя не один раз, а жить так несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, год, кашру, шаббат, другие вещи, которые принято делать в еврейской среде, только после того, как он видит, что ему так это нравится, что он это хочет соблюдать и умеет. Не важно, он может сделать ошибку. Об этом вообще не имеет значения. Для этого нужно учиться многому. Но он готов вот это все на деле выполнять и выполняет. не заявляет клятву какую-то кому-то, дает, я готов, я хочу. Нет. Надо именно выполнять и соблюдать. Это тяжело. Как ни странно, на первый взгляд может показаться, что не тяжело. Это тяжело. И если все это человек выполняет и делает системно, последовательно, и не отступает назад, это очень важно, не отступает назад, потому что туда-сюда, значит, человек не готов. Медленно двигайся, но иди только вперед и не отступай назад. Если все это происходит, это серьезный кандидат. Тогда нужно в своем городе, в своей стране найти Равина, который сможет познакомиться с человеком. Потом Равинский суд, под руководством которого проходит ГИЮР. И так далее и тому подобное. Всякие процедуры, но мы об этом не говорим, потому что не в них дело. Это все завершение. Это все для того, чтобы получить право на вождение автомобиля. Но чтобы ты получил право на вождение автомобиля, настоящее, а не фальшивое, ты должен столько-то часов проездить, показать, что ты можешь ездить сам. Все знают, наверное, слышали, что такое экзамен на вождение. Когда ты сам уже должен ехать, а инструктор рядом с тобой, он тебе не помогает. Он только смотрит, какие ошибки ты делаешь. Если ты делаешь ошибки, не получишь свидетельства о вождении. Так это еще намного сложнее, чем стать евреем. Стать евреем намного сложнее, чем водительские права. Но суд может понять. Ты сам должен проехать из пункта А в пункт Б без ошибок. Ты сам должен жить так, чтобы субботу соблюдать практически полностью. Повторяю, полностью не надо. Ты сам должен питаться правильно. Ты сам должен делать другие вещи. Ты сам должен научиться молиться. Пусть дома, но ты должен научиться молиться опять. Не так, один раз хочу, другой раз не хочу. А все время. Когда все эти вещи реализуются, ты серьезный кандидат. И, допустим, через год или два есть уже о чем говорить. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Так, чтобы ваша жизнь наполнилась смыслом, ибо вы написали, что у вас нет смысла в жизни без иудаизма. Это ваше выражение, так бы написали. Да, надо наполнить смыслом. Если действительно это так, вам удастся. Проблем ни у кого никогда нет. Есть проблема только у тех, кто не имеет терпения, или считает, что его интересы выше, чем интересы того народа и того сообщества, к которому он хочет примкнуть. В этом же парадокс. Если ты хочешь примкнуть, ты должен соблюдать законы той области, того места, того народа, той группы, куда ты хочешь присоединиться, к чему ты хочешь присоединиться. И поэтому только так это может быть, а не наоборот, что будет, как я хочу. Вот видите, сколько у нас моментов и условий. Но в целом такие письма мы получаем не раз. Это показывает, что в мире есть что-то, что поворачивает сердца людей к поиску смысла. И они находят смысл именно как раз в туре нашей жизни, в наших законах. Повторяю, что это конкретные законы. Это не философия. Все доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok